Время новостей на седьмом канале. Как всегда, в этот час подводим информационные итоги дня. Меня зовут Игорь Буренко. Добрый вечер. Далее коротко о главном. Масштабная авария в порту Черноморска. Предварительная оценка вагона восстановления не подлежат. В Украине стартовал проект по борьбе с буллингом «Безопасная школа». В гимназиях такое часто бывает. Во всемирном клубе одесситов презентовали юмористическую карту города. И мы хотели вот таким образом, маленькими, короткими, по-олешински, маленькими фразами сделать что-то интересное. Далее поговорим об этих и других событиях более подробно. В областном департаменте здравоохранения опровергли смерть годовалого ребенка от гриппа. Говорят, действительно, 19 марта к врачам обратилась женщина с ребенком. У него была высокая температура, и лишь 20 числа малыша госпитализировали. 21-го он умер в больнице. Однако причина смерти не грипп, утверждают чиновники. На сегодняшний день у нас есть патологоанатомичное и гистологическое заключение, что причиной смерти стала сердцевая судина на недостатность и наберег головного мозга, причиной развития синдрома Рея. Хотя, вирусологично, вирус гриппу АН1-Н1 был висеяный в трахеи, лишь в трахеи, в легеневой тканине и в бронхах. Вирус гриппу АН1-Н1 вирусологично не подтвержден. Это говорит о том, что вирус даже не успел проявить свою патогенную властивость. Поэтому еще раз подчеркиваю, что ребенка погибла от синдрома Рея. Масштабная авария в порту Черноморска. На территории зернового терминала опрокинулся грузовой состав локомотива 8 вагонов. Как нам сообщили в областном управлении Укртрансбезопасности, ЧП произошло вечером во вторник 27 марта. Тепловоз, тянувший сцепку из 16 вагонов, сошел с рельсов на сложном участке. За ним последовали и вагоны с грузом зерна. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждена только техника. Сотрудники СБУ задержали мужчину по подозрению в торговле оружием через интернет. Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО и занимался его реставрацией. Также он переделывал травматические и сигнальные образцы на боевые с целью продажи. Клиентов он якобы подыскивал в интернете, на тематических форумах. Закупались у местного умельца представители криминальных кругов региона. Оперативники задокументировали несколько фактов. Незаконной реализации оружия во время обысков по месту жительства и работы мужчины изъяли 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты F1, тротиловую и дымовую шашки, 7 взрыв-пакетов, сигнальную мину, 7 единиц холодного оружия и около 1000 патронов различного калибра. При получении взятки размером в 20 тысяч гривен правоохранители задержали работника Одесса Облэнерго. В такую сумму он оценил выдачу незаконного разрешения на установку рекламных счетов на электроопорах, расположенных в селах Нерубайска и Усатова. Под ночным домашним арестом остался инспектор ГСЧС, который проводил проверки пожарной безопасности в лагере «Виктория». Такое решение принял Киевский районный суд Одессы. Таким образом, обвиняемому нельзя покидать свое жилище с 22 часов до 7 утра следующих суток. К тому же судья постановил отстранить его от занимаемой должности также сроком на 2 месяца. Ремонтные работы в районе Пересыпи и по улице Преображенской планируют завершить к началу лета. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Одесского горсовета. Это окончательное завершение работы. Окончательное. Это верхний слой. Это месяц полтора еще. Действительно, та геоподоснова, которая была использована при проектировании, не соответствовала тем, как бы, той геоподосновой, когда уже было скрыто все поверхностное основание ниже одного метра погонного. И как бы это являлось препятствием по завершению работы. В Украине стартовал проект «Безопасная школа», главная цель которого – упредить унижение среди школьников. Речь идет о буллинге, довольно распространенном явлении в мире. Согласно статистике, с травлей в школах сталкивались 89% украинских ребят. В последние годы еще более популярным стал так называемый буллинг в соцсетях. Почему это происходит и кто должен решить эту проблему – родители или учитель, а может, государство? Ответы в сюжете. По мнению экспертов, реформа новой украинской школы невозможна без изменения системы ценностей, главной из которых является уважение человеческого достоинства. Проект «Безопасная школа» призван рассказать, что уверенности и самоуважение нужно достигать не за счет унижения сверстников, а благодаря успехам и раскрытию своих талантов. И сейчас мы хотим перейти к педагогике партнерства. Это фундаментальная ценностная изменения, где и учитель должен больше понимать средину того, что происходит в коллективе. Мы должны построить правильную систему внешней психологической помощи всем тем, кто может узнавать скувание. Нередко буллинг направлен против детей с инвалидностью. Ник Вуйчич, человек без ног и рук, стал первым ребенком с инвалидностью в обычной австралийской школе. Он тоже прошел через унижение сверстников. Когда я был уже в старших классах, я был вынужден пообщаться с парнем, который занимался травлей по отношению ко мне. Я его спросил, можешь ли ты это прекратить? И для того, чтобы обратиться к этому человеку, нужна храбрость. По данным Нико Вуйчича, 40% американских детей, которые пытались покончить с собой, делали это по причине буллинга. К слову, в последние годы популярным среди подростков стал кибербуллинг. Иначе говоря, травля человека в соцсетях. Треба также родителям переглядать, с кем спілкуется дитина. Это можно делать очень просто, это не порушивая пространство самой дитины. То есть, посмотреть, если она сидит в каких-то из мереж, то можно также посмотреть, кто ее друзей, про что они спілкуются, чтобы принадлежать сегодня, чем занимается дитина. По данным ЮНИСЕФ, с буллингом сталкивались 9 из 10 украинских школьников возрастом от 11 до 17 лет. Притом, 48% из них никому не рассказывали об этом. В гимназиях такое часто бывает, да. Стараешься вроде помочь, но бывают там какие-то слишком большие даже группы людей издеваются над одним ребенком или еще кем-то. Но, в принципе, такое нечасто происходило со мной. Скоро украинские учителя и школьные психологи получат информационные материалы о том, как предотвратить буллинг. Эксперты же советуют родителям наблюдать за поведением школьника и не игнорировать его плохое настроение после уроков. Помните, подростковый буллинг может нанести травму на всю оставшуюся жизнь. Александр Кац, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал. Из 10 среднестатистических подростков пятеро попробовали наркотики. Подростковая наркомания по-прежнему одна из главных проблем общества. Полиция проводит профилактические встречи с юношами и девушками. Какие уроки из этого извлекают подростки, смотрите далее в сюжете. Артему 13 лет. К наркотикам относятся категорически отрицательно. Говорит, это пагубная привычка, которая может стоить жизни. Наркотики это очень плохо. Не советую никому. Никогда не связывался с этой штукой. И не буду никогда связываться. Эта зависимость от нее нельзя избавиться. Мероприятие «Что я знаю о наркотиках» носит просветительный характер. Сегодня его провели для 110 ребят из школы и училищ. Главная цель – предупредить наркоманию среди подростков. Нам известно, что характер ребенка формируется в школьном и дошкольном возрасте. Поэтому в этот период очень важно оказать положительное воздействие на ребенка. Каждый из детей может оказаться в трудной ситуации или в ситуации искушения наркотиков. Поэтому они должны знать, что им необходимо наше понимание, наше общение и наша поддержка. По мнению специалистов, родительские нравоучения о вреде наркотиков не всегда эффективный метод профилактики. Привлечением людей, которые бывшие, зависимые, которых удалось, таких людей на самом деле очень мало, отойти от этого, которые на личном опыте знают, что это такое. Да, те люди действительно могут повлиять. Профессионалы-специалисты, правоохранительные органы, врачи. Да, родители, вот с ними и с ними надо еще очень много работы проводить. Как общаться с подростками, как вносить до них информацию. Потому что если говорить подростку, что это плохо, нельзя, ай-яй-яй, будет очень плохо, это все не запомнится. Ведут борьбу с наркоманией в соцсетях. Так патрульная полиция на своей странице в Фейсбуке призывает присоединиться к движению «Не игноруй, зафарбуй». Его суть в том, чтобы закрашивать многочисленную рекламу наркотических средств на стенах и заборах. Анна Полякова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Служба автомобильных дорог не получала предложений о сотрудничестве от шведской компании. Об этом заявил руководитель Облавтодора, комментируя заявление представителей компании «Блумквист Стокгольм». Напомню, что 27 марта во время пресс-конференции шведы заявили, что предложили свою помощь в строительстве и ремонте асфальтового покрытия, профильной службе, а также представили свое мнение по поводу качества украинских дорог. К сожалению, в данном случае я могу констатировать, что ни представители данной шведской компании, если они таковыми являются, я, к сожалению, это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, ни представители какой-либо другой шведской компании в службу не обращались, ни с какими вообще предложениями. Тем не менее, я в своем комментарии сейчас через ваш канал хотел бы пригласить представителей данной компании в службу для обсуждения того вопроса, которому они посвятили свою пресс-конференцию. Во Всемирном клубе одесситов презентовали юмористическую карту города, над которой работали целых 4 года. Организаторы признаются, пока вышел окончательный вариант, ее переделывали очень много раз. Их детище полезно еще и как путеводитель по городу. Одним из первых карту увидел наш корреспондент Александр Тарасенко. Пассаж, обыкновенный роскошный проходной двор и чрево Одессы привоз. Авторы говорят, создавать юмористическую карту города им помогали внутренние редакторы. По их словам, это своего рода литература про наш город. Будет полезно как одесситам, так и туристам. Мы хотели вот таким образом, маленькими, короткими, по-олешински, маленькими фразами сделать что-то интересное. И оно постепенно, постепенно, постепенно обретало те черты, которые мы сегодня видим. Потому что, ну, были разные проекты. Как оно должно выглядеть? Сверху, снизу, сбоку. Как должно выглядеть? Какими цветами должно наполняться? Чтобы это было интересно. Если бы я заранее знал весь размер и сколько времени займет эта работа, и как вообще она будет проходить, ну, в течение, собственно, четырех лет, я бы, может быть, испугался. Но так как я не знал заранее, для меня это был стимул сделать нечто такое, чего до меня, в общем-то, и до нас не делал никто. Оценить юмористическую карту Одессу пришли и известные одесситы. А юмористическая карта, я знаю, что у нее такая давняя история, ее пытались давно уже сделать, несколько лет. И очень символично, что в преддверии ее Марины появляется такая карта. Я думаю, что это очень классно для туристов, которые будут приезжать. И я знаю ребят, которые ее делали. Наталья говорит, будет дарить такие карты участникам Одесского джазового фестиваля из других городов. Александр Тарасенко, Евгений Руденко, Седьмой канал. В Доме клоунов открылась выставка европейских и американских клоунов. Гравюры и фотографии приехали в Одессу из Голландии. Подробности далее в сюжете. Клоуны, мимы, шуты и фигляры. Все они играли важную роль для общества на протяжении веков. Именно об этом и рассказывает выставка, привезенная в Одессу голландским коллекционером и редактором престижного журнала о мировой клоунадии цирки Яном Вильтховеном. Это циркачи, и они вызывают у меня чувство любви. Для меня они самые красивые артисты цирка. Ни львы, ни акробаты. Я очень уважаю то, что они делают. Мне это очень нравится. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Они очень неожиданные и немного глупые. Мне это нравится. Коллекционер уже второй раз в Одессе. Впервые он попал в наш город год назад, во время комедиады, где и познакомился с Георгием Делиевым. Он нам подарил старинную гравюру из своей коллекции. И он сам изъявил желание сделать выставку здесь, в Доме клоунов, выставку старинных работ гравюр. И в этом году мы предоставили ему возможность. Ян привез свою работу. Мы повесили. Просто к хорошему притягиваться всегда. Выставка будет открыта на протяжении всей комедиады. Кристина Немченко, Мишель Арманд, Константин Длужневский, Седьмой канал. ОСМД преткновение. В жилом комплексе на Французском бульваре разговелся скандал между владельцами квартир. Причина конфликта – работа ОСМД и попытка создать новое объединение. Дошло до судебных тяжб. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Очередное собрание обитателей жилого комплекса на Французском бульваре 22 начинается со скандала. При входе в зал охрана пускает только владельцев квартир, указанных в списке. Я могу найти в вашу квартиру. 93-я квартира. Пожалуйста, войдите в вашу квартиру. Откуда стоит список? Списка 24. То есть нет такой квартиры. Чем временем присутствующим предлагает выбрать уполномоченное лицо для госрегистрации нового объединения с владельцем многоквартирного дома. Существующая ОСМД включает в себя все пять корпусов жилого дома. Инициативная группа от второго корпуса решила выйти из общедомового объединения и создать свое. Выдвигает кандидатуру председателя текущего ОСМД французский Елену Климову. Она заявляет, расчет коммунальных тарифов невозможен без утверждения жителями штата управляющей компанией зарплатой. Просит голосовать по этим вопросам для создания нового ОСМД. Разгорается скандал. Я предлагаю утвердить штатный расклад в коэффициенте. В декабре уже все знают. После многочисленных дискуссий присутствующие голосуют. К единогласному решению всем присутствующим прийти не удалось. Сегодня мы собрались, чтобы корпусом номер 2 создать ОСМД. Дело в том, что в 2011 году данный комплекс наш французский бульвар 22, объект, который содержит 5 корпусов, 1, 2, 3, 4, 5, был в 2011 году незаконно создан. То есть он создан с грубым нарушением, без хорума. То есть вместо 51% на собрании было 33% собственников. По мнению Елены Климовой и ряда жильцов, текущий ОСМД французский необходимо ликвидировать и создать новое или частью жителей создать еще одну управляющую компанию, где все должно быть законно и справедливо. Но многие жители с таким решением не согласны. Это является незаконным по причине того, что согласно пункта 8.11 действующего устава ОСМД французский, который у нас на данный момент существует, любые реорганизации, реформирования, изменения состава собственников, выхода части собственников из этого ОСМД принимаются только решением общего собрания. По словам противников нового ОСМД, их оппоненты пытаются оставить председателя Елену Климову при должности. Говорят, за время ее руководства управляющей компанией накопилось много вопросов и финансовых претензий. Да и технически не видеть возможности разделения ЖК на несколько ОСМД, поскольку есть общие инфраструктурные объекты и коммуникации, которые кто-то должен содержать. Например, пожарные гидранты. Утверждают, решения должны принимать большинством от всего населения жилого комплекса, а это порядка двух тысяч человек. Назар Бурха, Надежда Бондаренко, Алексей Филиппов, 7 канал. На время пасхальных праздников с 4 по 10 апреля Укрзалезныця запустит дополнительные поезда, в том числе и из Одессы. Всего 12 дополнительных составов будут двигаться по популярным направлениям, среди которых Харьков-Ужгород, Черкас и Львов, Днепр-Одесса, Харьков-Одесса и Константиновка-Одесса. Вот таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию, телефон 726-3226. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok